Автомобиль Картинг не работает сегодня Работаю только пятница, суббота, воскресенье Да? Да, пятница, суббота, воскресенье Вы обычно работаете Вот поэтому Тут есть у них Музей ретро автомобилей С той стороны вот площадка Тетяна Шоу, автошоу Музей ретро Сейчас посмотрим Машинки Вот здесь Такое здание модное Вот здесь машина есть Маруся, что ли Какой-то симулятор показывает Музей ретро Музей ретро Музей ретро Музей ретро Музей ретро Давай попробуем С итальянским Интограммным обеспечением Наши трассы Установлены в город Райк Сейчас поедете по нашей трассе Здесь два основных правила Держим руль двумя руками На десять часов И на два часа Держим руль двумя руками Можете взять по удобнее Можете пониже Как вам больше нравится Главное нам не перехватывать его Максимум Это пол оборота Которые нам нужны Все остальное Это лишние движения Они вас отвлекают И потом Поймать руль обратно Очень сложно И второе Главное правило На тормоз мы даем все силы Попробуйте нажать на тормоз Смотрите на шкалу Вам нужно ее заполнить Полностью Вот так надо тормозить Это самое эффективное тормозило Все В принципе Да Можно ехать Ваша скорость в верхнем левом углу Трасса в нижнем левом углу Сильно лучше не гнать Во все повороты скидывать Желательно проходить повороты Не побыстрее 120 Девчонки Мы нечем Смех Смотрим Капа Ск flip До свидания Ну Вот смотрите, что у вас произошло, у вас руля включилась, остановитесь, пожалуйста, конечно, взяли двумя руками, держим, не отпускаем, я не просто так это говорю, это не как гражданская машина Все, сейчас, есть Сейчас у вас песок на колеса сильно не гоните, держака нет вообще, покрытие почернее, тогда можно подбирать Покатались на симуляторе, все вот так круто сделано Дорого, там какой-то кинотеатр, есть кинозал, ждем экскурсоводов в 5 часов, будет некая экскурсия по ретро-карам Город Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Город Райф Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область Впервые в мире на территории общей площади Юско-Виттар 10 трасс, соответствующих международным стандартам Общая протяженность более 10 километров Возможность развивать скорость за 300 километров в час Город Райф Это новый комплекс водочных трасс Так называемый автоспортивный хаб недалеко от Санкт-Петербурга Он предлагает большой спектр услуг и активностей для всех подводников автоспорта Город Райф 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры pracátгов 2010 кмч максимальной скорости При этом тормозная система Похожа на велосипед Ковина Кажется что одному там не очень комфортно Но Как выглядели спортсмены во время гонки Да, они мне не очень Но это чисто гоночная история Да, это гоночная. Пилот рядышком, штурман. А чтобы разместить где-то коробку передач, но не занимать при этом место в кабине, ее выносили на внешнюю сторону. То есть можно с другой стороны увидеть два рычага. Переключение передач и тормоз. Все было снаружи. О, да. Это уже американский люкс, 30-е годы, в сфере Великой Депрессии, большинство гранцеров и тринадцатых шикарных автомобилей. Компания Оверн была основана братьями Экхор. Компания существовала до 36-го года, как раз когда случилась тракт фондовая биржа в 30-е годы. И, к сожалению, Оверн также закрывается. Потому что все-таки автомобили были рассчитаны на средний класс. Цена очень хорошая была. Да. При этом выглядели, а они не уступали. Роу-троиз. Да, очень дорого выглядело. Но, к сожалению, среднего класса не оказалось. Поэтому и компания закрывается. День Репорта, правда, принимает в себе величайство сотрудников, дизайнеры, инженеры. Уже с 40-х работают на предприятии Экхорта. Создают очень похожие на проект. Продолжение следует... Так как это рамная конструкция, то кузов могли поменять на более практичный для перевозки солдат. Конечно, здесь история не про скорость. Здесь максимальная 65 км в час, 60 лошадиных сил, но при этом как он эффектно выглядит на парадах, появится на таком воздухе. Здесь 10 колес, спадка, на 2 миль колеса. Интересно, как этот автомобиль попал в нашу коллекцию. Вообще в мире касалось 3 штучки. Единственный в России, и за ним коллекционер охотился на протяжении 10 лет. Он искал его по всей Европе, нашел в итоге в 88-м году на цементном заводе в Дании. Причем использовали просто как подставку под цементный кран. Да, даже на нем вы и не ездили. Поэтому сколько нужно было сил, средств, времени, чтобы восстановить так детально. Мы видим на двери верх третьего рейха, также на крыле, на габаритном объеме тоже ствастику. Все будет обстановлено. Дальний Роуз-Ройс, это уже второй фантом. К сожалению, второй фантом стал последней работой Генри Ройса. Как раз он погибает в то время, когда, в том же году, в 33-м. И поэтому очень символично буквы на логотипе Роуз-Ройс красного цвета окрашены цветы, черный, цвет трава. Конечно, внешний вид меняется, размер автомобиля теперь наиболее короче, более классический, легантнее выглядит. Появляется панорамная крыша. Довольно, как мы видим. Да, видите, как вы видели поворочек после лица, аранжевый элемент около двери. Как раз... Сейчас я не поднимаю? Да, этот флажок, он выпрыгивал, когда водитель... Да, выжимал на шелку и, естественно, выпрыгивал флажок. Показывая, что он даже не будет, что она будет. Да, в 70% все флажки соус, они до сих пор находились. Это уже отечественный автоброн. Перед нами ГАЗ-А. В 1929 году у правительства Патриоза покупает лицензию у корт на модель А. И в больших количествах, в 42 тысячи было изготовлено советских кортиков, Маслова начали выпускать. Да, до 1936 года. На автомобилях для военных, госслужащих, конечно, в личное пользование автомобиля не попадал, но вот в женском автопробеге он участвовал. Было очень какое-то занимательное мероприятие в 1936 году. 45 отважных девушек. Мы можем сейчас подойти к стенду и посмотреть. У нас не так не у нас, не у нас, не у нас, не у нас. Смотрите, здесь на фотографии мы видим участниц. Это профессиональные шатеры, свесари, механики, фотографы, врачи. И на 15-ти глаз А они отправляются в путешествие летом 1936 года из Москвы и по всему Союзу. Через пустыню, степи Казахстана, Каракулы. И благополучно возвращаются в Москву спустя 3,5 месяца. В том, что это было способно. Да, тем самым они рассказали, конечно же, про Конституцию Сталина, какие законы, запреты появились. И доказали, на что способен советский автопром. Советская женщина. И кто, в самом деле, в том, что это полисирка Каракулы? На заводе имени Сталина в Москве работают на создание личных именов. Первый полис, конечно же, Дарья Васильевна Старионовича. Очень он похож на бьюдик. Заказывал в Америке, зная любовь в вождя к американскому автопрому. Заказывал в Америке, и только кузов обошелся в полтора миллиона долларов. Да. Все в нем было хорошо. И дизайн, и отопление в салоне, и радио, и телефон. Конечно же, мягкие сиденья, но вот приближение воскрипывал. Причем даже хрустел. Все-таки корпус у него был деревянный. А вообще был не там. Поэтому, к сожалению, Иосиф Пристарионович распорядился, чтобы дизайн сначала отдали госплужащим, а потом уже не в такси. Так что в Москве можно было за таком шикарном лимузине доехать до Большого театра на Балетске и Балетске. То есть в Булочном море. То есть в Булочном море. По политорным маршрутам. И если продолжать тему зим, то здесь у нас еще представлен 50-50. Это уже в после военной лимузине. Тоже сделан кожа как-то стально. Был он кули непробиваемый. Весил 6-7 тонн. Только лишь дверь 300 кг весила, поэтому открыть ее самостоятельно и как-то выбраться из салона было крайне сложно. В салоне мы видим, точнее, мы не видим кожи. Мы видим, что салон с велюром. Велюр очень тенился и был более приятный. И шумоизонированный. Да, вот здесь мы также на задних пассажирских сидений видим широкий подлоконник. Тоже было очень удобно находиться. А внутри, например, два столбчика складываются. Были они предназначены для переводчиков, каждый подлоконник. Спасибо. Продолжение следует...